Возможно ли воспитанием исправить дурную наследственность? Возможно ли воспитание исправить дурную наследственность? Мы не в чем за них ответственность, безусловно, но есть некая предрасположенность тем или иным грехам, которые может быть в наследственности человека, как предрасположенность тем или иным заболеваниям. Но болезни, что бывают не только телесные, они бывают и душевные, и духовные. Бывают люди с трудной наследственностью, которые несут на себе последствия грехов своих родственников, прародителей. Можно ли исправить их воспитанием? Ну, конечно, воспитание может многое. Потому что пока ребенок еще малолетний, пока ребенок еще находится в совсем юном возрасте, он имеет определенную пластичность. Несмотря на наследственность, все же он мягче, чем взрослый человек, намного мягче по своему строению. Он как некий пластилин, ее можно попытаться вылепить, именно ту форму, которая нужна. Это трудно, это случает сопротивление. Но, тем не менее, все возможно верующему, все возможно с помощью Божией. Поэтому воспитание должно быть не только нарвучениями, не только даже примером, но воспитание должно сопротивляться молитвой. Вот тогда можно все, когда помогает нам Господь. Как надо молиться своих детей? Как надо вставать на молитву? Один священник сказал так. На молитву надо бежать, как на пожар. Вот если бы мы молились о своих детях, как будто находясь в таком критическом положении, как будто действительно пожар нам нужно успеть, мы боимся упустить время, мы делаем это истово, мы делаем это искренне, то, конечно, могли бы многое. То, что не можем мы своими силами, может Господь. То, что не можем мы своим разумом умудрить нас Господь. То, что мы не можем своим примером, но, может быть, Господь покажет и сделает нас такими, что мы сможем дать хороший пример нашим детям. В любом случае, за них надо молиться, и чем раньше мы будем это делать, чем будем искренне это делать, тем будет лучше. Потому что мы справимся, но с Божьей помощью только. И мы, собственно, и читаем у апостола Павла такое пучение и вэции. Не раздражайте детей ваших. То есть воспитание – это не значит раздражение, конфликт. Воспитание – это даже само слово «питание». Это пища некая, пища для ума, пища, которую умудряет ребенка для жизни. Это наше наставление. Это духовная пища, которую мы даем детям нашим молитвам. И апостолы, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вот такое воспитание, которое сопряжено с таким трудом, с подвигом родительским, оно всегда дает эффект. Оно всегда бывает правильным, оно всегда бывает настоящим. И несмотря ни на какую наследственность, дети постепенно меняются. Во славу Божию. Редактор субтитров А.Семкин